20 августа прошлого года Алексей Навальный был отравлен. Группа убийц, сотрудников ФСБ, которая следила за ним три года, обработала его вещи боевым отравляющим веществом, новичком. Алексей Навальный должен был умереть в самолете по пути в Москву, но он выжил. Факт отравления химическим оружием подтвердили независимые лаборатории трех стран. Подтвердила организация по запрещению химического оружия. Обстоятельства были расследованы, в том числе самим Навальным, и даже подтверждены отравителем. Значит, по вашему мнению, выжил этот фигурант, потому что самолет посадили слишком рано, верно? Главная причина. Мне кажется, что да. 17 января Алексей Навальный после лечения вернулся в Москву. Чудом выжившего человека задержали прямо в аэропорту, судили в отделении полиции, отправили в СИЗО, а потом в тюрьму. 23 и 31 января на улицы 180 городов России вышли сотни тысяч людей. Вышли мирно, без оружия, с единственным требованием – освободить Алексея Навального. 12 тысяч человек были задержаны. Штрафы, сутки в спецприемниках, избиения, домашние аресты. Путин развернул беспрецедентную кампанию против всех, кто с ним не согласен и смеет говорить об этом вслух. Чем мы ответим Путину? Я предлагаю вам выбрать. Прямо сейчас. Задуматься хорошенько и сказать, в какой России вы хотите жить. В России, где 20 миллионов человек за чертой бедности. Где учителя и врачи нищие, а депутаты и губернаторы купаются в роскоши. Где полицейский – это не защита, а угроза, и забьет, подкинет наркотики. А судья посадит тебя, потому что так сказали по телефону и пообещали служебную квартиру. Или лучше в России, где у всех есть равные возможности. Где справедливость и честность важнее денег и связей. Где будущее страны определяешь ты на выборах. И то, каким оно будет, зависит тоже только от тебя. Звучит как сказка, правда? Но это не сказка. От этой прекрасной России мы находимся гораздо ближе, чем кажется. Она, возможно, реально осязаема. В ней можем жить мы. В ней могут вырасти наши дети. А их дети уже и не вспомнят, что было по-другому. Но одновременно такой России может и не быть совсем. Не из-за каких-то там уникальных исторических обстоятельств. Не из-за особого пути или менталитета. На пути этой очень простой и очень понятной идеи стоит один человек. 21 год назад власть оказалась в руках случайного человека, которого семья недееспособного президента Ельцина выбрала путем кулуарных договоренностей. На его месте мог быть кто угодно другой. Но, к сожалению, оказался он. Владимир Путин. Человек, помешанный на богатстве до степени безумия. Человек, который переизобрел понятие роскошь и довел его до уровня, который не укладывается в голове у нормального человека. А еще он оказался беспринципным, жестоким и готовым убивать за все это. Если бы хотели, наверное, довели бы до конца. Наше противостояние с Путиным не идеологическое. Это не про то, что кто-то правее, а кто-то левее. Кто-то консервативнее, а кто-то либеральнее. У Путина нет политических взглядов. Его идеология – это любой режим, который помогает лично ему обогащаться. Сначала это был коммунизм, когда загранкомандировки позволяли офицеру КГБ жить лучше среднего, то есть не в нищете. В 90-е Путин был уже демократом и либералом. Прибился к сообщаку в мэрию, брал у бандитов взятки, решал вопросики. Сейчас Путин построил себе новый режим – олигархическо-полицейский. Одни обворовывают народ, а другие молчат. А если не молчат? Алексея Навального, оппозиционного российского политика, сегодня арестовали на 30 суток. Российского оппозиционера Алексея Навального облили зеленкой в Барнауле. Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении Алексея Навального. Пришли с обысками в квартиры Алексея Навального. Алексей Навальный был отравлен. Он проведет в колонии два с половиной года. Мы точно понимаем, что такое путинская Россия и чего хочет лично Путин. Править вечно, воровать и оставаться безнаказанным. Мы четко понимаем и его план. Он хочет нас запугать и сделать вид, что нас не существует. За 20 лет мы это все прекрасно поняли и осознали. И остается только один вопрос – что с этим делать? Бороться каждому самостоятельно. А мы, команда Навального, поможем сделать эту борьбу максимально эффективной. Сегодня мы запускаем нашу большую политическую кампанию. Мы требуем освобождения Алексея Навального. Так вышло, что вся ненависть Путина персонифицировалась в одном человеке. Из-за Навального Россия готова выходить из Совета Европы, расторгать договоры, покидать международные организации. Готова позориться, врать на государственном уровне, разрывать дипломатические отношения, только чтобы один невиновный человек, личный враг Путина, не вышел на свободу. Кто-то может сказать, что это случайно так получилось. Но мы знаем, что это результат 10 лет нашей работы. Факт остается фактом. Навальный – самая большая проблема путинского режима. И если мы хотим с этим режимом бороться действительно эффективно, то сейчас требование должно быть одно – свободу Алексея Навальному. Первой яркой точкой кампании за освобождение Алексея Навального станет большой митинг этой весной. Принципиально другой митинг. Никто никогда еще такого в истории России не делал. Митинг, о котором будут знать все. Митинг, который у Путина не получится разогнать. Мы начинаем большую публичную кампанию. Цель которой в том, чтобы о нашем митинге рассказать всей стране. Но мы же знаем, что даже по опросам Левада 22% россиян поддерживают протесты. А это десятки миллионов человек. Но когда митинг спонтанный, о нем не успевают все узнать. Не все могут спланировать свое расписание. Не все готовы справиться со своим страхом. Поэтому мы поступим иначе. Мы не назначаем сейчас конкретной даты. Мы запускаем кампанию информирования и подготовки. И прямо сейчас говорим. Дату мы назовем, когда число участников митинга достигнет, по крайней мере, полумиллиона человек. 500 тысяч человек, которые присоединятся к нашей кампании, заявят открыто о своей готовности выйти на этот митинг. Расскажут об этом другим. Мы знаем, что единственным препятствием для выхода людей на улицу является страх. Путин хорошо умеет торговать страхом. Его космонавты с дубинками, его автозаки и судьи все работают на запугивание граждан нашей страны. Не выходи. Тебя побьют, оштрафуют, арестуют. Это его главный аргумент, главный инструмент удержания власти. Но мы прекрасно знаем, если выходят тысячи человек, их всех арестовывают. Если 10 тысяч, разгоняют. А если 100 тысяч, ОМОН ведет себя, как шелковый. А митинг, в котором примут участие 500 тысяч человек, станет самым большим в истории современной России. В ходе нашей кампании, когда карта страны будет заполняться точками его участников, мы справимся со своим страхом и неуверенностью. И главное, поможем справиться другим. Каждый, кто ставит на карту свою точку, сможет увидеть, что он не одинок. Что прямо рядом с ним живут единомышленники. В том же дворе, на той же улице. И когда нас станет достаточно много, мы выберем удобную дату. И пойдем мирным шествием по улицам всех российских городов. Вы знаете, кто наш главный враг? Нет, это не Путин. Прекрасную Россию будущего Путин остановить не может. Как бы он этого не хотел. Наш главный враг? Равнодушие. Апатия. Аполитичность. Свободу нам никто не подарит. Ее нельзя купить в магазине. За нее нужно бороться и не завтра, и не на следующей неделе, и не после опуска, а прямо сейчас. Путинская банда заперла всю Россию в душной комнате. Мы сидим в ней, задыхаемся, страдаем. А в окно видно, как снаружи в прекрасном саду резвятся те, кому повезло служить, учиться или жить в одном дворе с Путиным. Нам надо просто открыть дверь и выйти из этой комнаты. В истории каждой страны и нации есть люди, которые ее когда-то освободили и изменили. Мы читаем об этих храбрых и отважных людях в учебниках и восхищаемся их смелостью. Но ждать, что кто-то появится, придет и поможет нам, не нужно. Этими людьми должны стать мы сами. Не бойтесь, регистрируйтесь, присоединяйтесь к нашей большой компании. Ставьте свою точку на карте прямо сейчас и рассказывайте всем о том, как мы готовим большой митинг. Приходите на него, когда настанет 500 тысяч. Россия будет счастливой. Россия будет счастливой. Россия будет счастливой. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...